На пути к новым высотам в науке и технологиях. Самара вновь стала центром притяжения молодых талантов. Впервые в истории города в парке 50-летие октября прошли всероссийские соревнования по авиамоделированию и первенство России по авиационным кордовым моделям. Проходили они на кордодроме, так называется площадка для испытаний авиамоделей. Саша Гунин увлекается авиамоделированием более трех лет. В прошлом году занял второе место и стал призером первенства России, которое проходило в Пензенской области. В этот раз надеется одержать победу на родной земле. Я тренировалась два дня назад и сделала 10 полетов. Самолет летает 5 минут 25 секунд. Соперников много, но я уже уверен в своей победе. Сестры Вика и Настя Коваленко на соревнования приехали из Хабаровска. До этого девочки принимали участие в турнире по свободно летающим и кордовым моделям, который проходил в Хабаровском крае и заняли там первое место. Мы сначала занимались робототехникой, потом у нас преподаватель с робототехники ушел. И мы начали заниматься авиамоделированием. Я даже сначала не хотела идти, а сейчас я прям занимаюсь. За победу на первенстве России по авиамоделированию школьники боролись в двух возрастных категориях с 7 до 11 лет и с 14 до 17 лет. Им предстояли устные испытания и практические соревнования в пилотажном классе и гоночном старте. У нас 6 полноценных команд, ну и вот личные участники еще в общей сложности, 48 участников со всех регионов. Это самые сильнейшие спортсмены, которые были отобраны у себя в областях, то есть сборные команды приехали. Поэтому соревнования предполагаются быть очень интересными. Нам, конечно, очень приятно, что нам доверили такие замечательные соревнования. Постараемся нести эту эстафетную палочку, как говорится, дальше, выше и быстрее. Победителям Олимпиады вручат медали и дипломы, а также предоставят возможность пройти обучение в образовательном центре «Сириус». Августина Охременко, Игорь Казановский, События.